И так, ребята, всем привет, с вами снова Настя Лир, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Star Stable, а конкретно сегодня, ребят, мы с вами, так сказать, повыполняем задания в городе Юровике, и честно говоря, я уже снимала видео на эту тему, но оно не сохранилось, и мне очень стыдно, потому что там был подписчик, то есть попал случайно в кадр, и как бы он, не знаю, передавал всем привет, и я ему уже сказала, что он попал в видео, вот, так что я, как обычно, очень таинственный человек, поэтому теперь, ребят, я, наверное, не буду вам говорить, что вы попали в видос, потому что я вообще не знаю, может быть, он не сохранится, а получается так, что я как будто бы вас обманула, получится что-то не очень красивое, поэтому, да. Но в любом случае, конечно же, если ты это смотришь, человек, который был в том видосе, то извини, потому что, ну, блин. Так, давайте отправимся в форт Пинта, вот, так что, конечно же, прости, пожалуйста, но что поделать, очень меня любят подставлять вегаспорт в последнее время, просто, просто я негодую. И да, ребята, спасибо вам большое за 500 подписчиков в группе ВКонтакте, у меня там уже полтысячи подписчиков, вот, и, конечно же, спасибо вам большое, куда-то я не туда иду совсем, вот. И мы решили устроить какой-то резкий-то, боже. И мы решили устроить конкурс на... Точнее, мы еще пока не решили, потому что в группе сейчас опрос, и большинство людей склоняются на выбор приза такого, как, собственно, несколько... Скорее всего, одна лошадка ззя в ловоде, и также там был еще вариант 4 сигны, то есть от меня сигна и от моих милых администраторов в группе, но, блин, все такие жмоты, походу, и никто не хочет милую сигну, все хотят зяшек, поэтому я, как бы, не знаю, потому что, возможно, будет в призах и то, и то. Но хочу сказать вам, ребят, сразу, что этот конкурс будет только тогда, когда закончится тот, который сейчас, собственно, так, я не поняла, что такое... А, вот, и нам нужно с вами впадение губернатора, вот, поехали. Ну, и, конечно же, переходите, голосуйте в группу, и да, конкурс начнется тогда, когда кончится тот конкурс, который идет сейчас, то есть сейчас у нас идет конкурс. На 800 тысячи кью, и он закончится 1 февраля, так что давайте, ребят, участвуйте, все будет в порядке тогда. Ну и вот мы прибыли, и, как я говорила, я уже снимала видео, которое не снималось, и я уже выполнила задание с голубями и задание с шапками. И сегодня мы с вами выполним одно задание, которое связано с каким-то странным, подозрительным мужиком, который прячется в кустах. А, да, мы оббегаем тут, чуть он где-то, вот он, а, мы должны тут пройти, ой, боже мой, как кустка. Вот он, загадочная личность, кстати, ой, 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 мама, цензура, где цензура, мужчина, что вы делаете? Ладно, давайте с ним, ой, это слишком откровенно. Тише и пригнись, они то тебя заметят, крайне важно, чтобы ты молчал, иначе она нас увидит, а я слишком долго следил за ней, чтобы допустить провал, сиди, тихо и наблюдай. Вау, он кого-то, видите, за кем-то наблюдает, шпионская история. Вот у нас какой-то магазин, что... Ой, мне кажется, это любовь. Вот, это тетя с дредами модная такая пошла куда-то. Сейчас она встретится с мужиком, небось, я, наверное, была права. Я ведь права? Я хочу посмотреть на его лицо. А у него, кстати, лица даже не видно, видите, то есть у него просто... Ай! Боже, не трогай мою голову! А, вон его лицо, его можно заметить украдко. Ну, короче, такой непонятный, загадочный... А, вот он! Ну, мужик, кстати, в возрасте, ладно, давайте ж не будем придуриваться и поговорим с ним. Меня это смущает! О, боже! Видела это крайне подозрительно, верно? Так, давайте отойдем, ребят, я не могу. Мое личное пространство это все-таки... Мое личное пространство, поэтому нет. Ты ничего не видела? Неудивительно, ты просто любитель и неопытный, профессиональный, самоназначенный. Секре. Но это тайна! В этом городе никто не замечает странных вещей, творящихся вокруг. Они не знают, как горстка героев рискует всем, чтобы их защитить. Вот это да. Но, само собой, это совершенно секретно, и об этом никому нельзя рассказывать. Ладно, похоже, ты умеешь сохранять самообладание. Если тебе действительно хочется узнать, в чем тут дело, приходи навстречу со мной в самую темную часть портала на Пирс 13. Предупреждаю, если ты согласишься, то ты уже не сможешь вернуться к своей прежней жизни. Прими решение и приходи навстречу со мной на Пирсе 13. Загадочный человек перескакивает через кусты и убегает. Куда убегает-то, простите. О, боже, ребята, я не готова. Это такие риски, такие риски. А что же, как же мои дети? Как же... О, у меня нет детей. А как же мои лошади? Как же мои подписчики? Я не хочу умирать. Баба, колись. У этого мужика есть тайна, ты должна знать. У тебя есть треды. Я просто отвечаю, детектив. Ладно, давайте уж не будем. Стой, автобус! Стой, автобус, стой! И нам нужно на Пирс 13. И да, там тоже были какие-то здания, когда только открыли этот Пирс 13. Когда, точнее, когда открыли Юрвик. Вот, и... Кто там бегает? Ой, 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 как страшно, как страшно. Вот, я их повыполняла украдкой. Мужик, колись! Ты видел тут такого подозрительного, загадочного личности? А, вот он. Что ты там делаешь? А ты девочкой... А, это игрок просто. Ну ладно, я думал, ты тайный шланишка что-то там делает. 2-0? Почему 2-0? Ладно, давайте поговорим. Надеюсь, никто не видел, как ты сюда добиралась. Крайне важно, чтобы от наших переговоров никто не заметил. Иначе враги смогут применить это против нас. Слушай внимательно. Это настолько совершенно секретно, что я дважды повторять ничего не буду. Окей, естественно, ты недоумеваешь, почему мы встречаемся именно здесь. Так вот. А тебе вот-вот раскроется такая совершенно секретная информация, что никакие меры предосторожности не будут лишними. Учти, я говорю о действительно серьезных вещах, о вещах, стоящихся во мраке. О вещах, которые незаметны обычным жителям Юровика. Ты совершенно уверена, что готова о них узнать. Говори шепотом, иначе тебя могут подслушать. Я состою в сверхъестественной службе города Юровик. Я настолько засекречен, что про меня не знают. Необычная полиция, не городской совет. По сути дела, ты первая, кому я вообще об этом рассказываю. Да, чувак, ты, конечно, гениально просто шпион. Раз уж ты теперь во всем замешана, у нас нет нового выхода, как привлечь тебя тоже в качестве секретного агента. Церемонии посвящения не будет, это слишком рискованно. И не ожидая никаких медалей. Для безопасности я провожу награждение невидимыми медалями. Раз уж ты теперь будешь секретным агентом, тебе нужно запомнить несколько правил. Прежде всего, отвердуясь мне, теперь ты состоишь в самоназначенной сверхсекретной службе, и тебе нужно постоянно быть на стороже. Повсюду притаились шпионы, рыскают вражеские ниндзя и процветают зловещие разговоры по захвату мира. Разумеется, я прекрасно со всем этим справляюсь, потому что я насмотрелся из шпионских боевиков. Тебе еще предстоит многому научиться. Более того, крайне рискованно для нас появляться на людях вместе, если нас кто-то заметит и догадается, что мы секретные агенты, нам не сдобровать. Вот поэтому мы можем встречаться только по ночам в самом темном участке порта, куда никто не заходит, и мы можем разговаривать всего по несколько минут каждую ночь. Тебе потребуется кодовое имя. Нет, не говори мне свое настоящее имя, это слишком опасно, нам нужно придумать что-нибудь подходящее. Сможешь назвать меня два нуля? Видишь, я настолько засекретен, что даже не могу назвать свой полный номер. Если ты готова, мы приступим к твоему обучению, чтобы ты стал настоящим самоназначенным секретным агентом Юрвика под моим руководством. Агент, ты готова? Пять всего опыта, блин, ну нет, не хочу так. Ты готова начать обучение, чтобы стать настоящим секретным агентом секретной службы Юрвика? Добро пожаловать, агент. Окей. Прежде чем ты станешь настоящим агентом, тебе нужно пройти тренировку. Я положила вокруг порта несколько меток, чтобы обозначить тренировочный маршрут. Не сомневайся, я позаботилась о том, что он будет сложным, крайне сложным. Если ты его пройдешь, то получишь настоящее знание. У меня дома есть свой тренировочный маршрут, который я пробегаю каждое утро. Но тебе он будет не по зубам. О, конечно, да. Со временем ты научишься прыгать на торжанке с вертолета, взламывать секретные спутники и драться с нидиа. Передвигаясь по порту от данной метки до другой и следи, чтобы тебя не заметили докаторы. Кто такие докаторы? Эээээ, кто такие? А, о, ой. Ой. Что за докаторы? А, это типа эти невидимые. Ой. 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 Мама. Мама. Нет! Мужик, уйди! Ээээ, простите, конечно, уважаемые. А как мне... Ладно, окей. Сейчас попробуем еще раз. Бежим, бежим. Не смейте меня ловить. Я же шпион. Я шпион, я сказала, я шпи... О. Ээээ, ватафак, мазафака, я не хотела так. Ребята, прогресс. Я бибибибегу. Теперь нам нужно сюда. То есть нам нужно было просто... Ой-ой-ой-ой-ой, мужик, мужик. Мужик, уйди. А, то есть можно ждать, пока он, так сказать, отойдет, подойдет. Я так понимаю. Простите, конечно, извините. Помогите. Так, нам нужно спуститься куда-то вниз. Я просто прирожденный шпион, вы понимаете? Окей, окей. Меньше слов, больше дела. Фух. Да. Мне кажется, я слишком ответственно подхожу к этой миссии. Конечно же, как же не подходить к ней ответственно? Ведь если мы не пройдем ее, мы же не станем настоящими шпионами. О, привет, дядька. Как жизнь? Как детки? Так, ну что? Мы, так сказать, уже на последних минутах. Знаете, мне нравится, что нету отсчета по времени. То есть как бы... Ты такой вяжешь... Э-э-э-э-э... Куда? Клюха-муха! О, боже, ребята, вы бы знали, сколько стоило это мне нервов. Я, наконец, добежала эту... Эту дорожку, как это сказать, даже не знаю. Надеюсь, ты убедилась, что за тобой нет слежки. Я втайне следила за тобой. И надо признать, что у тебя получилось совсем неплохо. Я присваиваю тебе кодовое имя Агент Стройной Зет. О, боже. Окей. Теперь, Агент Стройной Зет, пора подать... Пора дать тебе настоящее задание. Помни, тебе никто... Тебе... Никто не придет на помощь. Задание может быть опасным. Соблюдай крайнюю осторожность. В кафе-мороженом Леонардо ты уже наблюдала ход моего задания по раскрытию деятельности некой особой ее подозрительных действий. Мне пока не удалось добиться успеха, но одна птичка мне шепнула, что этой особе есть что скрывать. Твоя задача, Тройной Зет, будет состоять в том, чтобы взять вот этот сверхъестественный... А, извиняюсь. Сверхсекретный шпионский фотоаппарат и поймать виновницу с поличной. Тебе следует тайно купить билет в район падения губернатора и незаметно для этой особой проследить за ней и сделать несколько снимков. Ты убедишься, что там происходит нечто подозрительное. Я готов поспорить на свои магнитные часы. Следуй за подозреваемой, сделай снимки. Когда она будет останавливаться, она не должна тебя заметить. Я тоже направляюсь в район падения губернатора. Я подстрахую тебя на трамвайной остановке, чтобы за тобой не было слежки. Удачи, Агент Тройной Зет. Окей, давайте сейчас я побегу в, так сказать, в район падения губернатора. Типичное, я просто Настя прибежала, а автобус уехал. Ну вот, ребят, я и добежала. У нас началось какое-то видео. Да, давайте посмотрим. Ну вот, нам нужно... Что нам нужно, я не знаю. Видимо, нам нужно как-то подкрасться к ней и сделать снимок. Я не совсем понимаю, как это работает. Стойте, подождите. А, вот так вот. Она меня заметит, вы чё? Делаю снимки с крытой камерой. Подозреваемый заметил, как ты пыталась сделать снимок. Тебе придётся заново? Ну ладно, давайте попробуем ещё раз. И я надеюсь, что в последний раз у меня уже получится сделать снимки. Ладно, давайте ещё раз за ней пробежимся. И чё дальше, я не поняла, как это работает, блин. Как я поняла, нам нужно за ней идти. Мы уже будем своими такими умными агентами. Будем за ним просто идти вот так. Нормально, дистанция, мне кажется, не сильно далеко, не сильно близко. Прям тут, что надо. И честно говоря, мне кажется, что тот мужик, это просто такой дядька, который... Который, собственно, просто пересмотрел фильмов, и поэтому он такой... Ага, окей, окей, well, well. А, то есть можно отсюда это делать. А, вот оно чё. И нам нужно сделать несколько снимков. Окей, это было несложно. Куда пошла? Хитрожопина. Что, должна за тобой так много раз бегать? Ну, блин. Весело, конечно, тебе. Мне не очень весело. Так, 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 ну останавливайся-то уже, дрейдина. И откуда? А, окей, окей. Сейчас. Секундочку, подождите. Ещё один снимок. И нам осталось сделать последний снимок, и потом уже мы будем... А, в смысле. Ещё можно? Я ещё могу прямо сейчас сделать. Всё, отлично, мы с вами сделали все снимки. Как раз, когда он идёт, так даже по живописней получается. И, в смысле, выполнено же, да? Окей, теперь мы бежим к тому дядьке. Два нуля. Вот. И, собственно, скажем ему, какие мы молодцы, что мы сфотографии... Блин, жалко. Я просто на пробел нажимаю чисто прыгай, ты чё, прыгай. Говоришь, не видела ничего подозрительного? Странно, на этих снимках её поведение кажется совершенно нормальным. Это крайне подозрительно. Очевидно, мы имеем дело с крайне искусной вражеской шпионкой, которая даётся замести все следы. Разве я не прав, тройную зет? Или, может быть, ты думаешь, что она ни в чём не замешана? Для Юрвика было бы безопаснее, если бы ты была права. Но она... Но мне одна птичка шепнула, что дела обстоят иначе. Что за птички? Это мои волнистые попугайчики Полли и Пелли. Если ты думаешь, что она ни в чём не замешана, то нам нужно твёрдо убедиться, что она не блефует. Пока ждёт удобного момента, чтобы украсть рецепты мороженого Леонарда и продать их иностранным державам за бешеные деньги, чтобы они могли создать конкурирующую компанию по производству мороженого и поставить под угрозу весь город Юрвик. Подозреваемый передвигается по всему району, поэтому твоим заданием агент Райну Зет будет проверить банк. Знаете, ребята, наверное, на этом моя серия закончится. Я надеюсь, что оно вам понравилось. И в следующей серии мы с вами продолжим выполнять задание со шпионом. Вот, я надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то вы можете поставить палец вверх, мне будет очень приятно. А с вами была Настя Лир. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok